Добрый вечер, дамы и господа! Всем привет! Мы приступаем к заключительному матчу сегодняшнего большого игрового дня. Венеция играет против Манчестер Юнайтед и это объединенный мир. Чемпионат возвращения, которого мы очень давно ждали на протяжении, в общем-то, всей зимы. Мы ждали его и парни вернулись. Они продолжат радовать нас замечательными голами, продолжат нас радовать сумасшедшими. Очень даже неплохой результат. Челси сегодня сумел выиграть в сложнейшем матче против ФШМ, за которым, возможно, следил Вартан Албакян. Удар по воротам от Зияда. Сразу же выйти на третью строчку. Но так пока будет четвертое место и небольшое отставание от аристократов. Прострел, пустые ворота, но... Снова с мячом Венеция. А удар? Есть удар. Мяч попадает в защитников. А вот это Марченков, который может дать фору Эрлингу Холланду. Марченков. Удар! Ну как он хорош! Эрлинг Брют-Марченков открывает счет в данной встрече. Седьмая минута и Венеция начинает проигрывать матч. Мель за боковой. Азизов попытался пробить. Не получилось доставить мяч до ворот. Дальше бьет Зияд. И как раз таки, когда он бьет своей волшебной левой, он как раз может затмить. Ну, может быть, не Лео Месси. Ну, Мухаммеда Салаха, наверное, может точно иногда. Но у Арсенала тоже совсем не все здорово. Они еще больше лихорадят, чем Красный Дьявол. И еще один момент у Венеции. И еще один гол. Снова забивает команда Вартана Элбакяна. Это Назаров. Если я не ошибаюсь. Азизов. Делает передачу на коротке партнеру. Победенный переигран. Прострел. Темп игры. И сама игра в другом темпе протекает. Вот именно поэтому. А то здесь рука Сороки. Но гол Назарова. Поэтому не будет нарушения правил зафиксировано. Венеция снова забивает. 2-1. Еще один гол. Ну что же, дубль Назарова. Снова с мячом Венеция. Зияд. Зияд убирает под левую. Это опасно всегда. Но он делает пас на Азизова. И забирает Марочкин. В воротах Академии футбола имени Виктора Понедельника. Но вот такие у нас вратарские разговоры. И опять же, поправьте, если я не прав. Пользователь сник. Опять же, говорил уже сегодня. Есть футболисты, от которых не хватало. Разбег. Ух ты! Какой черпак в дальнюю девятку перекладина. Или все же... Есть подача. Нет удара. Зияд. Нет, здесь не Зияд. Здесь подбор за его партнером. Зияд. Ух ты! Убирает. Как здорово защитника. Голкипера убирает. Они все делают замечательно в этой атаке. Начиная с ее образования, заканчивая ее завершением. 4-1. И счет впервые. В матче становится разгромным. Бурков. Передача на левый край. Заброс. И удар в дальний угол. Но он не совсем удачным получился. Еще одна возможность. Ох, опасно как. Но удар все-таки. Поиск вариантов продолжается. Зияд. Но справа он бить, конечно, не будет. Уберет под левую. Нет, он убирает под правую. Назаров. Снова Зияд. Пас левой ногой. И забирает мяч Марочкин. Да еще ряд команд, безусловно, тоже. Подача. Опять Венеция в атаке. Мяч в сетке с внешней стороны. Неплохой удар головой. В стиле робиновских смещений таких. Вот Зияда и удар с левой ноги вполне может что-то произойти. Но здесь попадает мяч в защитника. Дальше Зияд. Конечно, справа не стал бить. Еще возможность. Прострел. Ох, ох, все-таки он в воротах. А гол-то записать должны, по-моему, на Назарова. Потому что после его удара мяч шел в створ в ворот. И несмотря на то, что в ногах победенного мяч застрял, все-таки как раз и ВФЛ успел поиграть за команду Ред Стар, когда красная звезда все-таки была. Была, была, была в АФЛ. Еще один гол. 7-1. Снова забивает Венеция. Позвольте, я не буду громко кричать. Потому что, ну, во-первых, без 20-12, без 15-ти тренера, отвечу, не хватает все-таки креатива. У Венеции он есть. Его достаточно много. Остапенко. Вот здесь индивидуально. Берут на себя игру футболисты. Берут на себя и делают. Еще один гол забивает Венеция. 8-1. А, кстати, ворота Нолбакяна вышел на поле. Вот это я немножко пропустил. Ух ты! А пробить? Эта атака нуждается в ударе. Удар есть. И, конечно, есть гол. 9-1. Одна из моих любимых фраз по этому поводу. Звоните в 9-1-1. Не знаю, что еще Манчестеру сегодня может помочь. На правый фланг передача. Я знаю, какой вопрос я Антону Великому задам. Сейчас, после того, как атака закончится. Прострел. 10-1. Юмилейный гол. Под этот юмилейный гол Антон, видел ли ты противостояние ворота Нолбакяна и... А что сделал ты? А, Лебе еще нет 33-х, да? Ох ты! Это гол от Брукова. А я, ну, 33, если на 3 мы поделим, я столько матчей сегодня отработал. Давай так. Что ж, поделать? Я отрабыл сегодня всего 5. В Венеции. Вартан. Зияд, волшебная левая. Нет, это передача, но не менее волшебная. Оставинка. Египетская сила, хочется сказать, когда забьет Зияд. А ты не видел сегодня, ну, там 12-1, да, что-то там? Да, да, да. Можно это напоминать. Сегодня... Тоннел Бакяна, но я думаю, что нет. Чтобы он забил, да? Да, да. Он подключает. Правый вингер, посмотри. Вот этот... Не, не будет. И, и... Ой, ай! Вартан, конечно, тащит сегодня. Мячи из ворот. Ну, собственно, пойду я, пожалуй, тоже возьму там мяч и начну собираться. Спасибо. Спасибо за то, что разбавил мой скучный репортаж. А что нужно сказать? Получалось сегодня, но я думаю, что любой неудачный матч, это как... Это как, это как голевая передача от Вартана Элбакяна. А они случаются редко, но из них надо извлекать урок. За мячом надо будет отправиться, но сделать это уже после того, как... Игра закончится с победой в Венецию. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за просмотр. Спасибо вам большое, дорогие друзья.